Было около двух часов ночи. Жители дома номер 4А по улице Гаевского спокойно спали, когда в квартире 32 произошло возгорание. По предварительным данным, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, уснул с непотушенной сигаретой. Квартира горящая была на втором этаже. Было большое задымление. ЗИНОБГДЗС, пожарные подразделения, обнаружили в квартире труп человека, который рядом с диваном находился. По следам произошедшего, дабы разъяснить жильцам дома правила обращения с огнем и принципы поведения при возникновении пожара, сотрудники МЧС организовали встречу с населением. Наличие дома огнетушителя и прибора, фиксирующего малейшее задымление – наиболее эффективный способ уберечь себя и свое жилье. Сейчас такой прибор есть, автономный домовой пожарный извещатель, который очень своевременно, быстро извещает о возникновении пожара. Небольшое, малейшее задымление, и он срабатывает, пищит очень громко. Я думаю, что если бы в этой квартире, о которой мы говорим, стоял бы такой автономный домовой пожарный извещатель, он даже человек в состоянии алкогольного опьянения способен разбудить. Пострадала не только квартира, где произошел пожар. Стены, потолок и пол в подъезде в сильной копоте. Нормально дышать в таких условиях практически невозможно. Жители надеются на помощь управляющей компании. В ближайшие три дня в управляющей компании будет произведена уборка помещений, общедомовых помещений, подъездов, так называемых. В ближайшие три дня мы все отмоем и уберем. Ситуацию под личный контроль взял депутат соседнего избирательного округа Павел Русаков. Какие-то ремонтные работы, они все равно потребуются, потому что гаря вся эта не отмоется, она въелась с стены. Ну и после этого, конечно, сейчас вот немножко собственница, которая осталась после трагедии, я так понимаю, супруга погибшего, придет в себя. И будем выходить на связь, будем пытаться оказывать помощь в части, там может быть и ремонта, подключать наших коллег, друзей, для того, чтобы привести это все в порядок. Будем поддерживать, помогать и с жителями этого округа, я буду стараться быть чаще на связи. Такие профилактические встречи спасатели проводят не только после несчастных случаев. На ежедневной основе ходят по дворам и квартирам, чтобы в очередной раз напомнить людям о значимости пожарной безопасности. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ругосадовская. Видно этого.